всем привет котики слава украине слава высу последние не до события в россии открыли нам с новой стороны мир русской власти все долго гадали кто же управляет рейхом путин лично или двойник путина или путин вообще давно склеил ласты и всем правят его соратники из фсб или оленевод с рептилоидами у всех этих теорий были свои плюсы и минусы моя любимая теория была что россия правит не отжатая губка для мытья посуды но все эти версии были перечеркнуты после бунта пригожина шойгу со всем руководством армии сбежал фсбшники не смогли организовать оборону москвы соратники и чиновники срочно сели на самолеты и нас взять шойгу срочно поехал по работе а в дубае путин самоустранился страной практически правили кремлевские уборщики единственный кто стал на защиту московии и выступил от имени власти неожиданно оказался лукашенко картофельный скомарок фактически занял пост главы россии и у меня теперь есть предположение что он всегда и был реальным правителем этого кодла если сложить все факты в кучу то так и получается не секрет что лукашенко хотел возглавить союзные государства россии и беларуси такой шанс был после ухода ельцина но алкоборя сделал преемником никому не известного чмошника скорее всего российское ватное общество было не готово что им будет руководить младший брат поэтому решили оставить лукашенко тени а вместо него поставить бледную безвольную моль причем поставил его лично усатая надувная лодка очень удобно лукашенко получал всю выгоду от рейха а весь негатив всасывал себя вальдемар смотрите беларусь получила беспрецедентные льготы и финансирование из бюджета россии фактически каждый россиянин оплачивал содержание лукашенко заметьте во всех судьбоносных решениях лукашенко всегда ехал к путину они встречались там по десять раз на месяц и все говорили это лукашенко едет советоваться с царем а что если наоборот лукашенко ехал лично давать указания сложных ситуациях вот еще момент если бы путин реально был при власти то войска беларуси давно бы вторглись в украину а так воюют только русские а белорусская армия охраняет реальную столицу интересный факт именно в минске был построен огромный дворцовый комплекс для диктатора за чей счет конечно за российский а теперь прикол вдумайтесь до 2014 года лукашенко называли последним диктатором европы он был нерукопожатным его был закрыт въезд в западные страны наложены санкции но тут вдруг путин оккупирует крым и развязывает войну на донбассе после чего лукашенко становится миротворцем проводятся минские соглашения и батька отбеливается в лице всей европы с ним снова налажен диалог он снова легитимен от этого всего ужаса выиграл только он он просто сделал своего ставленника путина главной мировой мразью двадцатом году лукашенко пережил политический инсульт его чуть не снесли народные волнения в беларуси он там кое-как устоял благодаря жестким репрессиям после этого он снова оказался в санкционным в европе его признали преступником и нелегитимным правителем что происходит через полтора года полномасштабное вторжение в украину и что делает лукашенко предлагает провести мирные переговоры в минске но тут он уже был послан с двух ног потому что вторжение началось территории беларуси на данный момент лукашенко уже в открытую забирает власть себе потому что путин просто превратился в слизь и стек под плинтус смотрите лукашенко забирает себе ядерное оружие и возможно единственное право его применять я вот говорю своим журналистам сейчас я путину когда я не просто его уже просил я уже требовал верни мне ядерное оружие лукашенко планирует введение в россии репрессии по примеру беларуси в россии в обществе под плинтусом сидит очень много и там против них еще не развернули работу как мы сейчас зачищаем где-то вякнул посмотреть двадцатый год проверили прочее иди сюда там еще этого нет и уже знаете в москве сейчас это известно уже некоторые клопы эти и теркашки по вылазили из-под поэтому моя позиция вытекала и и из этого и лукашенко ведет переговоры с мятежниками от имени правителя россии и фактически помилует пригожина и забирает его себе вы себе можете представить что если бы путин обладал хоть какой-то властью он отпустил бы человека который хотел его свергнуть уголовное дело будет прекращено в отношении него и сам он уйдет в беларусь и если бы пригожин был уверен что лукашенко полностью подчинен путину как бы он согласился поехать к нему и чувствовать себя в безопасности значит он знает что лука принимает решение они и на закуску все ждали судьбоносное обращение путина которая казалась у бессмысленным блеем от которого даже узет патриотов к деке по выпадали а с настоящим обращением к народу рейха выступил именно лукашенко когда разворачивалась как президент путин назвал ее это смута в россии как-то все под веником сидели матвиенко оказалось мужественный волосин патриарх там пару человек и все а после драки руками мы умеем махать ох как умеем и советовать мочить мочить и мочить слушайте но есть кого мочить есть кого сажать там где это нужно вот это меня подтолкнуло к тому что я должен сказать несколько слов о ситуации которая развивалась в пятницу и в субботу вот такая мысль теперь живите с этим а пока можем снять шапочку из фольги выдохнуть и перейти к другим сумасшедшим самый тупой представитель человечества после австралопитеков предатель рукоблуд илья кива тоже выдал интересную теорию лучше сядьте если идете по улице просто вот ребята сейчас сядьте на бордюр цитирую эту инфузорию подумайте такой уровень за творится в украине взять мертвого человека отцифровать его и через монтаж брать у трупа интервью на полном серьезе задавать вопросы слушать прогнозы и все это на уровне эфиров государственных телеканалов чтобы все верили что он жив здоров и серьезно воспринимали бред который несет электронная версия у экс начальника гур кирилла буданова недавно было 9 дней скоро уже 40 по ходу кива перешел с депутатского кокаина на православные московские соли как же их корежит одно удовольствие мне за этим наблюдать вот единственное расстраивает судя по всему мы не успеем его арестовать и передать трибуналу потому что он от передоза скоро отъедет а сейчас рейтинг самых медленных существ в мире черепаха тихоходка ленивец и на первом месте кадыровцы они научились двигаться со скоростью меньше 0 километров в год но вы помните как они поехали выбивать вагнеров из ростова оба на риждена ростов едем вагнера сука они так и не доехали теперь они официально не только тикток войска но и обол гвардия что вы знаете о христианской вере что вы знаете о христианской вере вот эти все не убей подставь вторую щеку всепрощение любовь к ближнему натовские фейк московские попы уверяют что пацифизм несовместим с православной верой пацифизм если мы говорим о войне то это такое принципиальное предательство в отношении своего ближнего здесь как раз происходит вот такое лукавство и подмена понятий чтобы не было неотвратимого наказания чтобы за зло человек не был наказан нам дается такой термин пацифизм непротивление насилию так скажем обманщик самый опытный вот как раз вот так вот аккуратно действует вот за счет вот этих либеральных сил проблему пацифизма это проблема 90-х это проблема этих вот слюней которые к мы раскидывали направо налево и забыли настоящие примеры это я одного не могу понять почему эти игиловцы все еще сидят центре киева в нашей лавре что они еще должны сделать и к чему призвать чтоб дело сдвинулось и черные колпаки упаковались по чемоданам и поехали на болото а теперь любимый и как всегда непредсказуемый блиц во владивостоке соседи уличили товарища в краже электроэнергии и в ответ он сжег одного из огнемета а женщине прострелил шею из арбалета россия очень быстрыми темпами превращается в вархаммер представьте какая-то опасная для жизни страна что на готове всегда должен быть огнемет и арбалет легендарный боец смешанных единоборств актер и спортсмен джефф монсон буквально несколько недель назад я сдал свой паспорт и теперь у меня есть только российский паспорт ну что тут можно сказать обожаю этих американских русолюбов все чего они достигли в жизни славы богатства реализации в любимом деле они получили в мерзком загнивающим фу западе и потом на закате карьеры они едут в мордор получать бабло за свои чечки которые имеют ну хоть какую-то ценность благодаря ненавистному западу представьте если бы стивен сигал дел карьеру в россии снялся бы человек в зеленом кимоно и уже в девяносто восьмом году спился и зарубил жену топором если президент не принимает на себя ответственность перед народом за ведение большой серьезной войны как можно рассчитывать на то что любые другие чиновники будут отвечать за свои действия если действующий президент не готов взять на себя руководство процессом перевода страны на военные рельсы не готов к полномочиям верховного главнокомандующего ему просто необходимо передать подчеркиваю только законным путем их тому кто способен подобной тяжелой работе еще один переворачиватель подпоручик замахнулся на должность колчака давай гиркин собирай свою шоблу и езжай на москву как показывает практика ничего сложного кадыровцы вас не догонят даже если уже выехали ребят я сейчас продолжу только сделаю паузу чтобы вы подписались на мой канал я вижу что вы смотрите появляетесь и почему-то не подписывайтесь уже должна сделать подписались я должна поцеловать вас вот сейчас поцеловала всех тех кто подписался спасибо котики молодцы продолжаем и последнее что я хочу сказать сейчас много обсуждают ну как же так завели уголовное дело а потом отпустили вот уехал белоруссию это же насмешка над юридическими нормами я просто хочу напомнить что юридические нормы это не заповеди христова и не скрижали моисеевы юридические нормы пишут люди люди пишут юридические нормы для того чтобы они защищали правопорядок и стабильность в стране если в каких-то исключительных критических случаях получается так что юридические нормы перестают выполнять свою функцию защиты правопорядка и стабильности а ну выполняют функцию же обратную то они идут лесом эти юридические нормы поздравляю всех нас россия официально failed state страна где юридические законы не обязательны к выполнению действительно это ж не псалмы вот если псалмах было написано что террористов нужно судить ну тогда да а так на свое усмотрение не нужно меня судить за то что я соседа из огнемета сжег я думал он белый ходок а я дейнерис а закон семи королевств выше чем закон россии вкусно и . но на этом пока все по традиции в конце дискуссионный вопрос как вы думаете это какой род войск на россии ответы пишите в комментариях если вы хотите чтобы началась третья чеченская движуха подписывайтесь на мой канал ребята все видео которые вы смотрите задаются благодаря системе патреон если вы становитесь нашим донейтером то мы создаем еще больше видео и вы помогаете нам существовать поэтому патреон янина соколова это ваш вклад честную журналистику каждую неделю мы в эфире благодаря нашим зрителям слава украине слава вооруженным силам украины и всех целую в ушко до встречи на следующей неделе пока а 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 Продолжение следует...